17 мая День памяти преподобных братьев Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, новгородских святых. 9 июля 2017 года святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию в верхнем храме Никольского собора Никола-Вяжечского Ставропегиального женского монастыря. Мы слышали за божественной литургией отрывок из Евангелия от Матфея, где говорилось об исцелении двух бесноватых. Эта тема влияния на человека темной силы является одной из самых центральных. Но, наверное, самым величайшим достижением дьявола явилось то, что ему удалось внушить людям, что его не существует. В прежние времена люди четко понимали, что многие события, которые происходят в их жизни, невозможно объяснить естественным, логическим развитием их жизни или событий в этой жизни присутствующих. И тогда мыслями своими простирались к тому, что есть некая сила, способная влиять на сознание человека, на его разум и на развитие событий, порождаемых злой человеческой волей. Вот у святителя Василия Великого есть очень точное определение тому, что дьявол не отступает от человека до тех пор, пока он не влияет злом на человеческое сознание. Действительно, полем деятельности темной силы является наше сознание. Иногда эта сила такая огромная, что нарушает человеческую психику. Вот эти самые два бесноватых в земле Гергесинской, о которых сегодня говорит Евангелие, они были страшны своим гневом, своей немотивированной злобой. Они создавали опасность для окружавших их людей. Вот иногда бывает так, что прямое воздействие темной силы на человеческую психику, эту психику обрушивает. Человек становится безумным. Наука не может описать и тем более понять, что происходит в сознании бесноватого человека. Потому что симптомы выходят за границы того, что обычно сопровождает естественное нарушение человеческой психики. Вот именно с таким грозным беснованием Господь истолкнулся на ином берегу Генесарецкого моря, когда увидел двух бесноватых людей и исцелил их, повелев духу злобы выйти из этих людей. Это событие произвело такое огромное впечатление на жителей местных, что они не могли осознать до конца, что произошло, и были больше напуганы происшедшим, чем обрадованы. И потому попросили Господа от них удалиться. Вот если бы Евангелие специально было написано, как иногда говорят люди в Бога неверующие, пытающиеся бросить тень на автентичность евангельских повествований, то, наверное, вот этого бы послесловия к истории об исцелении бесноватых в Евангелии бы не было. Ну, с какой стати говорить о том, что реакции жителей на исцеление двух несчастных людей была просьба удалиться? Один только этот элемент, только эта фраза свидетельствует об истинности, автентичности Писания Священного. Но вот эта страшная картина беснования, о котором повествует евангелист Матфей, она бывает и в наше время случается. Такие люди, не получив исцеления и даже облегчения недуга своего через обращение к врачам, приходят в церковь. Из глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей. Читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного навождения. Дьявол опутывает сознание человека. Дьявол воздействует на рациональную суть человека, на его способность мыслить, усваивать информацию, воспринимать эту информацию и делать соответствующие выводы. И мы знаем, как много заблуждений принесли огромный ущерб людям и целым народам, когда, усваивая ложные идеологии доктрины, люди под эти идеи меняли свое сознание, свою жизнь, иногда разрушая святыни, разрушая свою национальную традицию, разрушая нравственные законы, которые только и должны лежать в основе человеческих отношений, ибо никакие внешние законы не способны описать все многообразие и всю сложность человеческих отношений. А нравственный божественный закон не просто описывает эти отношения во всем их многообразии, но и дает основу для устроения мирной, справедливой жизни. Знаем, какие страшные беды постигали и наш народ, соблазненный идеями, которые, по слову Василия Великого, исказили разум? Что же делать, чтобы оградить себя от дьявольского воздействия, от того, что называется искушением? И вот размышляние на эту тему святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что не нужно подавать повод дьяволу, чтобы он из миллиона людей выбрал именно вас и на вас направил острие своего воздействия, разрушая сознание или искажая мысли, идеи таким образом, что вместо добра человек начинает умножать зло. А что является поводом для дьявола? Духовная слабость. Слабость всегда является поводом для того, чтобы враг напал. Это хорошо известно из истории межгосударственных отношений. Начинается война тогда, когда одна сторона убеждена в том, что она сильнее другой стороны. Когда одна из сторон представляется слабой, тогда враг наступает решительно, желая победить. Вот точно так же в духовной жизни. Дьявол наступает на того, кто духовно слаб, кто дает повод расслабленным состояниям своей души. А что такое духовная слабость? Это потеря религиозного чувства. Потому что мы сильны духом только тогда, когда мы с Богом в единстве. Когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ, тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира. И нередко эти сигналы и несут нечто, порожденное темной силой, соблазняя нас на те или иные дурные поступки или опасные мысли. Недаром в святоотеческой литературе очень много уделяется вниманию отражению вот этих дьявольских искушений. И у святых отцов мы находим часто даже бытовые описания того, как подвижники боролись с этими искушениями. И силой отражения искушений дьявольских всегда являлась и является молитва, потому что в молитве и через молитву мы становимся ближе к Богу. И в ответ на это Бог дает нам силу и способность отличать добро от зла и видеть скрытое искушение в самых благонамеренных и красивых человеческих идеях и рассуждениях. С течением истории ничего не меняется. И сегодня, как и десятилетия, столетия и тысячелетия назад, как и во времена Господа и Спасителя, человек такой же уязвимый перед действием более мощной, темной силы, тогда, когда он перестает жить религиозной жизнью. Наверное, именно такими были жители того места, где Господь исцелил двух бесноватых. Именно поэтому они и сказали ему «Уйди! Не знаем, не понимаем, кто ты такой, что ты сделал. Лучше, чтобы тебя не было. У нас нету никакого желания продолжать общаться с тобой». И так могли сказать только люди, лишенные духовной жизни и религиозного опыта. Вот и сегодня во множестве люди лишены такого религиозного опыта. А значит, во множестве представляют из себя потенциальных жертв воздействия темной силы. И потому задача Церкви заключается в том, чтобы, как ни не относились бы критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории, многие современные люди напоминать им о том, что эта сила реальна. И что жертвой воздействия этой силы может быть каждый, кто лишен опыта молитвы, и кто сам себя отделил от Бога. Пусть Господь хранит народ наш, землю нашу и каждого из нас. Пусть помогает Он нам возрастать в вере, укрепляться в молитве и становиться подлинно сильными, духовно сильными личностями, дабы не давать по слову Златоуста поводу дьявола. Призываю благословения Божие на всех вас, дорогие еще раз владыки, отцы, братья и сестры. Пусть Господь милостью свою сохраняет всех нас от всякого зла. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok